При храме Рождества Христова состоялся двухнедельный детский летний военно-патриотический лагерь «За други своя». Программа летнего лагеря позволила ребятам улучшить физическую подготовку, освоить азы рукопашного боя и освобождение заложников. Пройти альпинистскую подготовку, научиться вязанию узлов, изучить основы обороны на местности, основы верховой езды, потренироваться в лазертак, в жару окунуться в купель. Интересными были занятия на радиосистемах, которые используются для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Под присмотром опытных инструкторов и казаков Рождественского храма более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет освоили азы военной подготовки, активно отдохнули, набрались сил и знаний. Ребята тренировались в тире, подкрепляли свои силы в храмовой трапезной, смотрели патриотические фильмы, знакомились с моделями военной техники, Побывали в музее казачьего быта. Самое главное – это вера. Будем веровать, будем жить, скажем все вместе. Будем веровать, будем жить. В целях военно-патриотического воспитания, а также популяризации героического подвига защитников Отечества, в этом году для ребят было организовано посещение музея при Краснодарском Президентском кадетском училище. Христос посреди нас есть и будет! Ребята побывали у памятника и часовни святому благоверному князю Александру Невскому. Христос воскресе и смерть был, Смертью смерть, кто прав, Исущего грабец его здоровал. Также воспитанники посетили музеи ретроавтомобилей и во время экскурсии узнали много нового о военных автомобилях, а также увидели самолет времен Великой Отечественной войны. По итогам работы лагеря тренеры и лучшие воспитанники получили грамоты и спортивные призы. Почетной грамотой настоятеля награждается Ковтун Алексей Владимирович за организацию летнего патриотического лагеря за други своя при храме Рождества Христова и во внимание к трудам в деле духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Отличный сбор, много всего было интересного, познавательного для вас, ребята. Я хочу, чтобы оно осталось в ваших головах, в вашей душе, сколько доброе и хорошее. Ваши наставники, ваши руководители, инструктора максимально попытались вам передать свой навык, свое тепло, умение, чтобы вы могли этим пользоваться в своей жизни, принося добро, только добро себе и своим близким. Вы получили знания в духовной, военной, спортивной подготовке, а при новых друзей. И вот чем вы отличаетесь от ваших сверстников, которые не были с вами? Вот они эти две недели пролежали на диванах, провалялись гаджетами в руках и что получили? Ничего. А вы, закаленные, крепкие, готовые ко всему. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, до новых сборов. И хочу, чтобы на ваших знаменах всегда было написано крествола. За веру Кубань и Отечество. Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска продемонстрировали элементы фланкировки. ПЕСНЯ Мне хотелось бы напомнить вам слова Александра Васильевича Суворова, который говорил, кто испуган, тот наполовину уже побежден. И поэтому, хотелось бы пожелать вам, ничего не бойтесь. Стремитесь к Высокому. Ищите, прежде всего, радости веры. Вот потому Суворов очень внимательно читал Священное Писание, и там есть такие слова. «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Пусть эти слова будут для вас словами, которые пронесите через всю свою жизнь. И тогда твердость духа и крепость веры будет и вас сопровождать через всю вашу жизнь. Наши преподаватели, старшие, ответственные, получают в благословение образ спасания рукотворного, как сказал Моисей, «Знамя мое, Господь, Христос посреди нас». И есть и будет! Ура!